Как я, в принципе, нормально, говорящая на русском языке человека, вырастила вот такой вот кошмар, который каждое второе слово коверкать ставит неправильное ударение вообще-то, это какой-то просто позор. Всем привет, меня зовут Би, и сегодня я с таким, ну, типом незнакомым человеком. Мы вчера на какой-то тусовке познакомились. Это моя мамочка, и я хотела вас с ней познакомить всех, расскажи, как тебя зовут, кто ты такая? Привет-привет, я мама этого удивительного создания, сама удивляюсь, зовут меня Виктория, у меня есть бренд, который я создавала 6 лет назад. То есть моя мама дизайнер одежды? Называется он Нола. Вы все задали мне много прекрасных вопросов, которые я могла бы задать своей маме. У нас есть с мамой капучино, чтобы мы могли сидеть и греться, потому что на улице уже осень, и довольно холодно. Вот, ну так что, давай, наверное, начнем. Какие отношения у тебя с мамой? Какие у нас с мамой отношения с тобой? Ну, они такие непростые, мне кажется. Они очень непростые. Иногда у нас тут гладиаторские бои бывают. У нас у обоих очень-очень-очень сильные характера. Характер. Характеры. Характеры, да. Характеры. Какой вырисовый, господи. Я телец, она лев. Каждый раз пытается кусочку мяска. А ты меня бодаешь. Я все-таки думаю, что у нас на самом деле классные отношения, если у нее есть проблемы, если ей нужен совет такой, ну, серьезный совет. Она, скорее всего, нам нужно все-таки обратиться ко мне в первую очередь. Мы спорим, как мама с дочкой, но так в нормальной жизни у нас отношения, как у подруг. В основном. Я маме реально рассказываю вообще-то. Хотя, если что, я могу и обмазать. Может, и обмазать, да. Как твоя мама отпустила тебя учиться в другую страну? Ну, я не просто отпустила, я, в принципе, целенаправленно к этому ее ввела. У нас не было такой возможности учиться за границей. Если есть возможность использовать этот шанс в твоей жизни, то его надо обязательно использовать. Он раскрывает какие-то невероятные горизонты и создает какие-то другие совершенно перспективы. Я не просто ее отпустила, я ее туда отправила собственными ручками. Как мама относится к твоим тату? Учитывая, что у меня у самой их, в общем-то, немало, всякое разное на разных местах, отношусь я к ним абсолютно нормально. Мне нравится, когда есть какая-то четкая композиция. Ребята к этому относятся очень так хаотично и спонтанно. Как ко всему плюсу? Она предпочитает ставить рандомно в какие-то маленькие татуировки в разных совершенно местах. Я боюсь, что через лет пять будет какой-то хаос. Это будет просто бардак на руках. Мама делала татуировки в конце 90-х. Вот у меня, например, здесь есть такой трайбл. Но она потом не делала татуировки буквально очень много лет. У меня рос ребенок, я не хотела подавать ему дурной пример. Я знала, что когда она вырастет, она начинает делать татуировки снова. Вот она выросла, теперь яблоко от яблони далеко не падает. Где ты получаешь вдохновение для новых коллекций? И какие проблемы быть с дизайнером моды в Платвии? Это такой самый-самый типичный вопрос. Самый грешей вопрос, да. Растет на деревьях. Бывают на самом деле такие состояния ступора, когда тебе нужно сделать что-то. У тебя дедлайн, тебе нужно сделать коллекцию, а у тебя просто нет идеи и все. Самый простой способ это переключиться. Либо уехать куда-то, что-то увидеть интересное, там какую-то выставку или фильм. Иногда я могу просто сидеть в кино, и у меня просто куча идей, которые приходят. Для меня самый такой лучший способ получить вдохновение, это быть одной где-то в большом городе, в какой-то европейской столице. То есть я люблю города, я урбонист. Я тоже. Я как губка впитываю всякие разные впечатления. И сидеть и весь вечер просто вот с бокалом вина одна рисовать. И какие проблемы будут дизайнером в Латвии? Да я думаю, такие же, как и везде. Но в Латвии, наверное, это еще сложнее, потому что рынок очень маленький. И условия для бизнеса крайне неблагоприятные. У нас страна, как мой муж говорит, искусственник. Сам себе дизайнер, сам себе художник. Конкуренция огромная, а рынок сбыта маленький. Плюс еще, что вот мне лично очень тяжело всегда. Это наши погодные условия. Астронат константной осени. Мне нужно солнце. Да, мне тоже. Мне его не хватает. У меня, кстати, последняя татуировка, это на ребре под грудью написано маминым почерком слово «Солнышко». Она меня заставила написать слово «Солнышко» 1500 раз. Я думаю, что мне потом надо будет руку гипсовать. Это как когда детям учат писать, надо все время одно и то же писать миллион раз. Это примерно то же самое. И детям учат писать, и детей учат писать. Гордится ли твоя мама твоими успехами на YouTube? Ну, конечно, горжусь и болею. То есть сначала я достаточно скептически к этому относилась. Потому что мне казалось, что это будет очередное занятие, с которым она поиграется и бросит. И которое требует при этом инвестиций. То есть камер, объективы и так далее. Но как оказалось, она этим заболела серьезно. Я всегда за нее переживаю. Я переживаю, когда просмотров мало. Я все время чекаю, смотрю. Ой, почему это видео не пошло? И очень радуюсь, когда публика оценивает, когда хорошие комменты. Ой, спасибо. Мама, по-моему, следит за числом моих субскрайберов больше, чем я. Какой твой лучший совет, чтобы быть самоуверенна? Я сама не слишком-то самоуверенна. Не откладывается. То есть не заниматься прокрастинацией. Если тебе надо сделать важный звонок или пойти на какую-то встречу, надо себя заставить это сделать. Потому что потом ты испытаешь невероятное облегчение от того, что ты все-таки пошел на этот шаг, переступил через какие-то свои страхи. Конечно, можно выпить, не знаю, 50 грамм. Это тоже работает. Но у меня другая проблема. Мумные советы от Виктории. Если я выпиваю 50 грамм, не знаю, бокалы на шот коньяка, у меня память отшибает. Я тогда могу только по бумажке. Вы видите, почему я такая выросла? Это вопрос ко мне. Но чем твоя мама тебя вдохновляет? Я не знаю. Мне кажется, у моей мамы пропеллер в заднице. Я даже не знаю, как это сказать по-другому. Просто я человека, который больше работает в своей жизни, вообще никогда в жизни не встречала. И просто она такие всякие тяжести переходила в жизни. Сложность, тяжесть. Тяжесть – это то, что ты можешь поделить. Вот это тяжесть. Вот это тяжесть, понятно. Я очень хочу, чтобы я тоже выросла такой же сильной и с такой же силой воли, и такой же независимой. Ты знаешь свой путь, и ты делаешь то, что ты хочешь, и то, что ты любишь. Это очень-очень классно. Можем повернуть этот вопрос наоборот. Чем я вдохновляю маму? Она вообще очень добрый человек и очень светлый человек. Вот это, кстати. Потому что я не такая совершенно. Мне приходится над этим работать. Она меня в основном вдохновляет этим. То есть я смотрю на нее, и мне часто кажется, она лучше. Она вот реально внутри лучше, светлее. Иногда мудрее, кстати, как ни странно. То есть у меня есть с кого брать привет. Какая машина твоей мечты? Машина моей мечты? Наверное, такая же самая, на какой я сейчас езжу, только последняя модель. Я люблю большие машины, чтобы можно было завалить весь багажник всякими образцами, всяким барахлом, чтобы можно было положить пылесос. В мамином багажнике можно утомить. Лестницу с тремянком. Я не знаю, там какие-нибудь полочки, что-нибудь фоника может быть. Короче, я заработаю кучу денег, и маме подарю такой большой белый грузовик на 16 колесах. Нет, ты что? Это будет проблема с парковкой в городе. Повлияла ли твоя мама на твой стиль? Ой, моя мама мой стиль создала, мне кажется, а не повлияла на него. Ну как бы мы отзываемся по-разному, по большому счету. Все, что мама делает для нового, мне нравится, и все это я хотела бы носить. Я выросла с мамой, которая всегда работала в индустрии моды, и из-за нее вообще у меня, на всему есть интерес, у меня какие-то инстинкты есть, какое-то понимание. Ну, похоже, это все. То это видео будет дико-дико длинное. Спасибо, что ты присоединилась и ответила на эти вопросы. Я надеюсь, что вам понравилась моя мама. Если не понравилась, я пойду вас найду и побью. Я надеюсь, что это видео показалось веселым, и мы увидимся с вами в моем следующем видео. Так что, пока от меня. Чао-чао. Ата. Ладно, пошли. Все хорошо было. Супер, молодца. До 5. Субтитры сделал DimaTorzok